Во-первых, вот это сама коллекция Анского, это совершенно мистическая история, как мы ее нашли, и это, значит, история совершенно, да, значит, тут мы знаем из мемуара, что вообще говоря, Анский широко использовал фотофиксацию, фотосъемку для своих экспедиций, всего они сделали более полутора тысяч фотографий, да. Ну, снимков, отпечатков, естественно, могут быть больше. Дальше эти отпечатки, сами фотопластинки почти не сохранились, я знаю просто несколько штук, просто считанное количество, но отпечатки оказались рассеяны по миру после закрытия еврейского музея в Ленинграде в 29 декабре, в декабре 29 декабря, да. Они разбросаны по самым разным местам, что-то есть в Нью-Йорке, что-то есть в Эдос-Айресе, в Ленинграде в двух фондах маленькие осколки этой коллекции, в этнографическом музее и в музее этнографии антропологии народов мира. А в Израиле есть несколько осколков, что-то в музее Исраиль, что-то там, в других каких-то, что-то с ветками умеет, в общем, где-то 10 фотографий, где-то 20, где-то 30, где-то 40. Сложными путями они перемещались и сложными путями, в общем, оказывались в виде, Бог знает в виде. Мы, естественно, никакой идеи, чтобы найти, так сказать, этот самый, не знаю, там, Плач Лимана, значит, Золот и Троя, фотографий анска, у нас такой идеи близко не было, такими идеями задаваться довольно бессмысленно. Нас нашел некий пожилой ленинградский художник, точнее, не так. Жил, был один пожилой ленинградский еврейский художник. Он, ну, художник и художник, член Союза художников, он получил от Союза художников, как профессиональный художник, мастерскую, которую когда-то до своей смерти в 71-м, что ли, году, да, кажется, так, 69-го, 70-го, в общем, как-то так, да, занимал замечательный художник Натан Альбов. Великий художник там, вот, очень известный, да, мы знаем, что мастерские Союза художников, это не жилой фонд, там жить нельзя, это не квартира, и они принадлежат своих художников, и Союза художников их удаёт, как бы, как вокшин, да, для мастеров. Соответственно, после смерти Альбина этот пожилой, уже тогда молодой, а сейчас уже пожилой ленинградский художник, унаследовал вот эту его мастерскую, получил её от Союза художников, разобрал, кто же там остался на прежнего хозяина, передал какие-то материалы, там, в фубличную библиотеку, и нашёл коллекцию из, да, художник, как бы был еврей, по-моему, соответственно, из примерно 400-370 фотографий, которые довольно быстро идентифицировал как еврейские, то есть там какие-то рожи были совершенно, люди за бородами, какие-то тётки в париках, да, ну, явно евреи. И пописанные с оборота на Идыша, которые он прочитать не мог. И он решил, что, пожалуй, советская власть обойдётся без этих фотографий, они лежали в диване, на самом деле, взял большой старый диван, в диване был ящик, в ящике лежал, это пачка фотографий. Он её там, в этом диване, не оставил, и решил, что советская власть как бы без них обойдётся. И забыл про неё. Прошло много-много лет, в Ленинград приехала одна американская девушка, искусствоведка, которая писала диссертацию об Альбине, о творчестве. Она нашла этого художника, потому что он был знаком с Альбином, чтобы его расспросить. И, кстати, они разговаривали, и она сказала, вот, кстати, от Альбина ещё осталась в пачке фотографий юлейских. Может быть, кто-то может их идентифицировать. А эта девушка, поскольку она ещё работала в публичной библиотеке, там какие-то книжки искала, познакомилась с моим коллегой Витей, Виктором Филучевым-Тейнером, который тоже работал в публичной библиотеке, ну, национальной. И сказал, что вот есть такая история, старые какие-то фотографии древнационные с еврейскими сюжетами. И мы с Витей пошли к этому человеку посмотреть, что же это такое. Ну, я довольно быстро понял, что это такое, там, собственно, и понимать ничего. И подписи, сделанные Анским наобороте, Рухаева, узнаются, его шрифт, почерк, материалы эти страшные, интересные. И всё такое. Ну, вот так нам попало это сокровище из старого дивана. Есть вопрос, как оно попало к лакаре. Это тут всё, как бы, интересно, хотя гораздо более гадательно. Дело в том, что главным хранителем еврейского музея, соответственно, этих фотографий, был еврейский музей до 29-го года, его закрытия, был Юдой тот самый, автор этих фотографий. Видимо, когда музей закрывали, он решил, что советская власть всё-таки обойдётся без этих фондов и изъял их в своё собственное владение. У нас нет сомнений в том, что так это и было, потому что потом в разные годы он передавал какие-то части этих фотоколлекций, передавал, продавал, он, его наследники, в разные собрали. Кроме того, Юдогин широко пользовался этими фотографиями, потому что он заимствовал композицию с фотографией для тех или иных своих книжных иллюстраций. Но дальше было ещё интересно. Каким-то образом от Юдогина эти фотографии попали как? Он их подарил, Альбом его купил, эти фотографии, этого он не знал. Для чего? Вот это уже понятно. Дело в том, что в 50-е, если я не ошибаюсь, в 2007 году вышел однотонник Шелмалаевым, очень красивый, такой чёрный с золотом, с иллюстрацией мертвых. Так вот эти иллюстрации, они срисованы с этих фотографий. Ну, естественно, художник как-то это преобразует, сдвигает композицию, соединяет разные образы. Но мы точно можем сказать, что вот эта картинка – это вот эта фотография, перерисована – это вот эта и так далее. То есть эти фотографии, уже пройдя через… Это карандашные рисунки. Кстати, оригиналы этих рисунков сохранились, недавно их выставляли в Москве. Значит, эти самые рисунки, они прямо связаны с этими. Иллюстрация архива к Шелмалаевым, они прямо связаны с этими фотографиями. Очевидно, тогда они ему и понадобятся. Иллюстрация архива к Шелмалаевым. Продолжение следует...